На новое место регистрации требовали указать, и народ указывал адрес ОМВД, который выдал паспорт. А отдельная пластиковая страница с обратной стороны, ты сам видел своими глазами, что она оттуда вытащила какой-то лист. Да, она его выхватила, он уже был оторванный, но он лежал там. Она выхватила, ой, я забыла там это. Меня вот это вот дело удивило очень сильно. Прямо она вырывала его от меня. Ну интересно, что она за корешок-то там вытащила. Поменялась в лице, в свете кожи, в тело, выдернула его. Она выхватила это сразу, быстренько раз под стол вот так вот руку спряталась. Ну вот наше предположение подтверждается. В том ничего они там предъявляют друг другу, векселят. Вот видишь, тут твой отпечаток пальца стоит кровью. Она действительно только в присутствии двух половинок. То есть в банк нужно две половинки сдать. И эта ценная бумага отправляется куда? В СССР не выходил, что РФ там не вступал. Они никому в СССР не писали в паспорт, не прописали. Все свои ранее поставленные подписи, согласия отзывают. Я вообще хотел бы его аннулировать, эту персону. Нахрен она вообще нужна. Ну мне непривычно, я говорю, привыкайте. Я говорю, ни в каком законе не прописано, что запрещено в МФЦ прописывать в паспорт. А персона хочет у вас как бы погостить. Гражданин, вот это и есть форма 1П. Физически находится, вот это физическое лицо находится в МВД, а регистрирует его по другим адресам. Фактический адрес в МВД, а юридический адрес, по которому и присылают все повестки и т.д. и т.п. Это вот адрес регистрации персоны. Точно, конечно. Вот это прямо фишка конкретная. Регистрации у него нету, а фактически он находится в МВД, там где его и создали. Ты вышел на тот путь, который они не ожидали. Регистрировать персоны именно на их адрес. Антон, здравия. Здравия. Это Дмитрий. Ну, в двух словах, я когда паспорт менял, потерял его, ну, ушел в плавание долгое, да, решил поминать паспорт. Вот, чтобы правильно составить, там, в П1 вот это все написать, все вот эти метакцепты, там, и так далее, и тому подобное. Перед тем, как заполнять все это дело, уже явление, да, я долго изучал там, сидел ко мне, подошли работники, поинтересовались, что я тут все же документацию изучал, и так далее. Вот, смысл в чем, что когда я пошел получать, писать заявление на все это дело, я там начал все ручкой красной зачеркивать, потому что там заявление, когда замена потери паспорта, там, и так далее, да, там паспорт из сервиса прописывался. Я это все подчеркал красной ручкой. Смысл в чем? Когда я пришел получать, они увидели меня, зашушукались, меня сразу же вышла начальница, забрала мой паспорт и позвала меня в кабинет к себе. Ну, и говорит, что вы там хотите, там, что-то говорить, там, еще что-то. Я говорю, вы мне дайте, я проверю все. Она мне дает форму П-1 проверить, и так далее. Вы, говорит, перепишите, здесь неправильно написали. А я вместо фамилии написал имя, отчество и фамилию потом. Ну, переделал там, потому что в СССР не выходил, что РФ там не вступала и так далее. Она говорит, перепишите, тут, типа, неправильно. Я говорю, зачем? Я говорю, я что надо, то и сделал. Она говорит, нет, так не подойдет. Я говорю, ну, хорошо. Переписал вот это верхнее, да, восьмой пункт, там, я могу сделать, а следующий, типа, нельзя по регламенту. Я говорю, покажите, докажите. Она мне приносит этот 773-й, вот, типа, читайте. Я говорю, а где он? Ну, в письте, ни подписи, ничего нет. Ну, это, типа, рабочий вариант, типа, в этом, в интернете там есть. Я говорю, в интернете всегда пишут, я говорю, там ерунду всякую пишут. Ну, не суть. Смысл в другом. Я когда начал, перезаписал, переписал это все, это дело, поставил, как бы, подпись, зачеркнул свою. И, ну, на заявление же, перед рассмотрением же надо расписаться. Я зачеркнул, написал цифбай, потом в своей фамилии написал три точки и последнюю букву поставил. Вот. И что получил, расписал цифбай, фамилию, а я поставил. Она удивилась этому, говорит, вы, говорит, зачем, говорит, так делаете и так далее. Я говорю, ну, не хотите, говорю, по-хорошему. Я говорю, я по-принуждению, типа, сделаю. Ну, и так далее. Ну, короче, разговор такой ни о чем у этого все это было. Я переворачиваю страницу, проверяю, ну, на другой стороне. Я говорю, я, говорю, здесь напишу себе, говорю, вот такие вот пометочки, что третьим лицам там не передавать, без регрессии такой, без ущерба, вот это все это дело. Она как стрепенулась, говорит, нет, зачем, какое же, что там, так далее, и тому подобное. Я говорю, ну, хорошо, давайте паспорт посмотрим. Я говорю, беру паспорт. Фишка в чем была, самое интересное. Я беру паспорт, только его разворачиваю, а там пластиковая, ламинированная вот эта вот, вы где-то с кем-то разговаривали, там вексель, типа, кусочек-то, пластиковый-то, вот этот вот, ламинированный. Она вот эту штуку, я смотрю, и там что-то написано было, ламинированная такая штука, не больше паспорт, а ровно такая же страничка. Она ее выхватывает, я говорю, а вы что, куда ее вы потянули? Она говорит, типа, пометочка-пометочка, покраснела там, позеленела, не знаю как. Вот. Чего-чего-чего-чего-чего, отдельная пластиковая страница с обратной стороны? Да, ну вот, которая, где ламинированная, где фотографии ламинируются, делая вот этот вот, и там корешок как будто срезанного. Отрезанная страница, предпоследняя или какая там она, получается, в паспорте. Вот. Про нее у тебя с кем-то ты там разговаривал, что там она какая-то там может быть больше, может быть меньше. Она, короче... Подожди. Она, короче... Подожди. Подожди. Учись паузы ловить. Мы предположили со многими людьми, что там, мы рассматривали и под микроскопом, и по-всякому, мы предположили, что там идет отдельная отрывная, это, тоже, либо какой-то лист, либо также заламинированный лист. Но подтверждение этого никто не получил. Хотя по всем признакам там именно идет это, ну, отрезная линия, то есть отрезает специально с обратной стороны. А ты сейчас говоришь, что ты сам видел своими глазами, что она оттуда вытащила какой-то лист, правильно? Да, она его выхватила. Он уже был оторванный, но он лежал там, понимаешь? И он точно такой же по ламинации, как вот в паспорте вот этот вот заламинированное белое, вот это такое продолжение, таким же цветом белым, чисто белым. А теперь вопрос, там, как он выглядел, этот лист, его разглядел? Размер такой же, давай описывай подробнее. Такой же, как у паспорта, вот это, как обычная страница, точно такая же, заламинированная. Но она не вся заламинированная, потому что там было пропечатано какие-то, что-то было напечатано, понимаешь? Не ручка писана, не цветные имени, а вот именно вот это как у белым по черному было. Она выхватила, ой, я забыла там это, как уложила, типа, чтобы на контроль там что-то, ну, какой-то, короче, хинею понесла, понимаешь? Я говорю, и сразу же поменялась, в лице аж припотела. Ее морозило все, то она тут сразу же схватела, понимаешь, реакция какая была. Меня вот это вот дело удивило очень сильно. Понимаешь, а потом я уже узнал вот эту вот информацию. Стой, ты на видео или на аудио писал? Я, у меня было и видео, и аудио вот это вот дело, но оно у меня почему-то не сохранилось. Я тебе там аудио прислал, где я выписывался и хотел прописаться к ним, к ним же. Я говорю, а вот эта ерунда у меня как раз и не сохранилась. Как обычный закон подвости. Стой, слишком много слов. Давай, короче, напомни имя. Дмитрий. Дмитрий, еще раз повторяю вопрос. Аудио или видео того, как она выхватила этот квиточек и спасла? Нету. Нету? Очень плохо. Согласен. Не очевидцев, ничего? Один на один были, да? Конечно, я выпроводил всех, чтобы она могла со мной разговаривать. Так в итоге, что я сделал? Я написал от руки волеизъявление, что к данному паспорту, к форме П-1 приложили мое волеизъявление. И написал, такой-то, такой-то хочу. Все свои ранние подписи, соглашения отзываю, безответки, все такое. И второе, необходимо выдать копию заявления, приложенные вот этой волеизъявлениями. Мне на третий день она принесла вот это все дело, подписанная начальником вот этого УМФЦ, УМВД, Министерства внутренних дел, Шпоксировскому району. Вот. Он мне это все сделали. Я говорю, точно, говорю, приложено. Точно приложено. Все. То есть заверено, все. Через месяц я прихожу туда в управление в это. Я говорю, мне нужно проверить. К секретарю подошел. Я говорю, мне нужно проверить, как моя воля исполнилась. Я в базе МИР должен числиться, что не в розыске. Все остальные данные не должны быть. Ну и что ты думаешь? Они мне то сначала маленькую девочку какую-то прислали, потом другую прислали. В итоге пришли к тому, что я говорю, давайте, я говорю, вызываю, говорю, к себе на прием, если у меня там пандемия, с него нельзя проходить. Ну, отказались, естественно. Пишите, говорит, там в письменной форме, что вы хотите. Я ему опять волей заявления написал, что это, как проверить мне, отдайте приказ нижестоящему, там, то это, то это, чтобы она мне уведомила зрительно и документально, что меня нет в базе. В итоге мне пришла отписка, я через куст это сделал, чтобы в течение 10 дней это все сделали, а не в течение 30, там, как у них положено. Пришла отписка, что, типа, и третьими лицами не передаем, только по федеральному закону действуем, типа. Вот и все. Такие дела. Я хотел, видишь, на этой форме П1 написать. Мне не дали. Меня специально вызвала к себе начальница, чтобы я там на Бурагозе ничего. Вот у меня такой вот вопрос, как мне это дело сделать, либо опять заново славнее его отправить, как-то по-другому сделать. Я не понимаю, а почему? Ты, по идее, вот там есть 18 пункт, иные сведения. Ты мог туда записать все, что хочешь. Мне не разрешили, вообще прямо она взрывала его от меня. Меня поэтому, как бы, она к себе и позвала, чтобы я ничего такого не сделал. Видишь, они никому СССР не писали в паспорт, не прописали. Я им, как бы, вводили заявление вместе с подачей, ну, заявление обычного, я вводили заявление в дело, что там, по поводу печати, по поводу русского языка, там, ну, все вот эти вот ошибки эти указал, которые они делают. Но они мне все равно ошибку, как бы, сказать, все, как обычно, к обслугам. Единственное, то, что мне адрес изменили, то, что я родился там-то, там-то, потом СССР, РФСР сделали. Всем РФСР, вернее, всем РФСР только ставят, а мне еще СССР попали. Потому что я им сделал цветную копию этого свидетельства о рождении, я прямо ей к начальнице пошел, прямо, я говорю, вот, смотрите, цветная копия, здесь прямо написано на месте рождения, водяными знаками, я говорю, специально для непонятливых, что тут написано СССР. Я говорю, сделайте мне, как положено. Я говорю, я вам там волеизвеления подписал это все. Ну, озвучил это все, естественно. Вот. Ну, и вот мне и записали. Без всяких криков, скандалов. Жена моя пошла, меняла свидетельство о рождении, там, неправильно, там, ей ее вот эту вот букву, фамилию. Ей поменяли, ей тоже СССР поставили. Я говорю, что, почему так быстро, так легко делают-то? Без всяких, кто-то через суд, еще через чего-то, а тут так просто. Меня вот это вот тоже напрягло, заинтересовало. Ну, странно. Такие дела. Странно. А в самой форме 1П указывал СССР, РССР? Конечно. Все как в этом свидетельстве на рождении я написал, СССР, все положено. И теперь точно вспомни, что ты хотел написать в 18-м пункте. Я хотел написать то, что я написал, потом дополнил волеизвеления, чтобы его приложили тогда к этому. Что вот я, то есть я написал просто-напросто. Живой мужчина, Дмитрий, хочу, двоеточие, все свои ранее поставленные подписи, согласия, отзываю. Без акцепта, нет договора, нет контракта, без оборота на меня, кроме выгоды. Сохраняю за собой свои все права, в том числе имущественные, без ущерба, без регресса. Запрещаю трансграничную передачу собственных и персональных данных третьим лицам. Все. Это ты написал в волеизвеления, на отдельной бумажке? Да. Да, и я это то же самое и хотел написать на 18-м пункте. Где? В 18-м пункте, да? Да. А теперь мне скажи, взаимосвязь есть какая-то между формой ДНП и волеизвелением? Или они отдельно были поданы? Они все вместе сделаны, понимаешь? Мне пришло как бы вот это вот ваше обращение, поступившее в ОМВД по Кировскому району, город Томск, зарегистрировано. Под номером таким-то 11-го числа рассмотрен. Направляем вам копию заявления о выдаче замены паспорт гражданина Российской Федерации. За номером таким-то. Подпись начальника такая-то. Все, как бы сказать, официальный документ. Там печать для справок большая, там копия верна. Этот самый лейтенант полиции Павлова там с росписью, все, с расшифровкой. То есть у меня на одном листе сделана как бы форма П-1 отпечатана, да? Первая, вторая страница. А на обратной стороне тут же волеизвеления. И на ней тоже так же, как у печати, копия верна и так далее. То есть официальный документ с документами, с регистрацией, так сказать. Вот. Я говорю, вот эта справка точно работает, волеизвеления точно работает. Переспросил несколько раз. И там в УМВД, в самом центральном, и здесь на УМФЦ тоже. Она говорит, да, она прикреплена именно документально, что волеизвеления прикреплена в форме П-1. Ты пойми, я тебе к чему вопрос задал, ты просто не слышишь вопрос. Они тебе это все ответили на словах. Да, мы типа приобщили, да, оно приложено. А по факту, если вообще левый человек возьмет вот два документа, форму 1-П и твое волеизвеление, он не увидит взаимосвязи между ними, что это волеизвеление относится именно к форме 1-П. Стой, стой, а в форме 1-П отсутствует сведения о том, что к форме 1-П прикладывается какой-то еще один документ. Понимаешь? Да. Взаимосвязи нету. Не вижу я. С одной стороны, да. Ну, с моей стороны, как бы взаимосвязь-то типа есть, что я в этом волеизвеление прописал. Вот эту форму 1-П, там паспортные данные, вот эти вот новые, что именно к нему оно должно иметь дело непосредственно. Вот. Что я именно начальнику писал, что именно он уведомленный, волеизвеление. Вот. И мне ответы, как бы они отдали синими печатями, с роскостями, синими, то есть ручкой расписывались, а не к синими. Ну, и добросовестные люди, то они у того приложат твоего лезвения именно к этой форме 1-П. Но, смотри, допустим, черная мантия, да, возникает какой-то там процесс, и черная мантия истребует там из ОМВД форму 1-П. Либо они прикладывают к делу, там, к материалам дела только форму 1-П, без твоего волеизвеления. Черная мантия берет, открывает, листает, читает. Форма 1-П есть? Есть. 17-й пункт пустой? Пустой. Все. Волеизвеление есть какое-то? Нет, все, дополнений нет. Все. Так я капитанше точно так и сказал. Я говорю, мне как, говорю, проверить, выполнили мою волеизвеление или нет. Я говорю, это мне надо совершить какое-то преступление, чтобы меня судья вызвала, и проверили, если у нее будет форма 1-П на руках, и там не будет воли этого изъявления, значит, вы не исполнили мою волеизвеление. А если там не будет форма 1-П, значит, вы исполнили. Я говорю, это какой-то идиотизм и абсурд. Я говорю, как-то надо правильно решать волеизвеление. Я говорю, это же не просто так. Я говорю, тут написано, хочу. Я говорю, я волю проявил свою. Я говорю, в чем дело-то? Я говорю, вы видите здесь перед собой, кого видите? Ну, он тут, я говорю, какой гражданин? А у меня на то время уже была справка на советский паспорт. Вот. Получил я ее. Я говорю, вот, смотрите, я гражданин Советского Союза. Я не являюсь вашей эрюбицией, вообще ничего, никаких. Я говорю, вот этот, говорю, проездной билет мне для моих, как бы сказать, нужд, для блага. Но никак не для какого-то чего-то, какого-то другого дела. Она такая, ну, вот, напишите, типа, это, вот, волеизвеление, вам ответят. Я и написал им, как положено, раскрыл все это дело, на одном листе уложился, чтобы сильно не напрягался этот начальник. Как дальше действовать, хрен знает. Я вообще хотел бы его аннулировать, эту персону, нахрен она вообще нужна. Чисто вот, как он, с Попорковым, я посмотрел ваше это общение. Очень даже интересная вещь вот этого дела. По поводу свидетельства о рождении. Я имею в виду повторную взять дубрикат, сексимилию делать, от паспорта как-то отказаться грамотно. Ну, как грамотно от него отказаться? Там все равно у них П-1-9 остается. Ее же надо как-то удалить от него вообще. У тебя там новая информация никакая не пришла по этому поводу? Нет, нет. Значит, смотри, как я вижу ситуацию. Первое, это надо было написать непосредственно в форме 1П. И если это невозможно, либо не влазит, то написать в форме 1П, что, типа, приложение, улезвление на одной странице. Ну, это как этот, алоншик, и как он называется, вексельно правит, вот это вот делал, височек прикладывает там дополнение. Ну, в принципе, да. Но это, как тебе сказать, это худший вариант. Лучше прямо в этом написать. Прям в форме 1П. Согласен. Вон, Елена Юнк как-то, ну, у них, видишь, у них там рамки, у них там эти, как их называют, стойки какие-то. А там чисто вот кабинет, у нас-то посвободнее это все в Томске, как бы, такого нету напряжения прямо. Без масок, без ничего, там, без контроля, без каких-то. То есть там просто-напросто, она тупо не дает, и все. Я говорю, я вот сейчас, говорю, напишу ее, я ее предупреждаю, чтобы не было никаких действий, никаких, знаешь, спокойно, без криков, без ничего, просто аккуратно все, нежливо. А он говорит, нет, что вы, что вы, что вы там, там, Дмитрий Владимирович, я говорю, вы к кому обращаетесь? Ну, давлю уже ее конкретно. Ну, мне непривычно, я говорю, привыкайте. Я говорю, я к вам не последний раз пришел. Вот, и хрен знает, что делать. Еще раз отправить его в плавание. Ну, я тебе скажу, что она просто тебя переволила. Она тебе навязала свою... Ну, согласен. У меня был первый опыт, понимая, о чем дело. Поэтому тут дело такое, то есть надо экспериментировать по-любому, но все равно как-то точно они повелись на это дело. Я вот сейчас думаю тоже в этот, в газету дать уведомление, это публичное, что вступаю в генерального исполнителя. Вот это дело тоже попробовать сделать. И им везет накидать, разослать, и уже по-другому с ними разговаривать. Потому что, ну, так делать тоже неинтересно. Опять же, ту же налогу, ту же ЖКХ, и со всех сторон кружат. Все что-то хотят. Ну, смотри, тебе что получается. Вот сейчас вот я смотрю с практической точки зрения. Вот, допустим, ты оказался перед черной мантией. Черная мантия открывает дело, а там только форма 1П. Ты говоришь, начинаешь доказывать. Типа, а там еще более заявление должно быть, неотъемлемая часть. У меня есть ответ, она тебе, ну-ка, где я покажи. А ты говоришь, а у меня ничего нет с собой. Я говорю, ну, все ясно, поехали дальше. Нет, почему? У меня все это есть. Просто, на просто, я ничего не буду доказывать, что у меня там что-то есть. Ну, нахрена мне в черной мантии говорить, что прописывать, отождествлять себя с персоной? Нет. Смысл какой? Я тебе говорю, да неважно, там, кем ты себя считаешь, там, персоной, градонином или живым мужчиной. Неважно. Я тебе говорю сейчас про документы оборот. Что... Но я понял. Ну, в материалах дела присутствует только форма 1П. И то вряд ли там, скорее всего, только лицевая сторона будет. И вот, и каким-то образом, понимаешь, тебе надо с это... Там уже вне зависимости от того, что вообще в материалах дела, нужно так себя вести, чтобы сделать, выстроить связку. Надо обязательно сказать там, что, типа, хочу, чтобы была это... Ну, я в воле заявился, я написал там без оборота на меня, без акцепта. То есть, я не принял ваши акцепты, я отвергаю вашу юрисдикцию. И вот это все озвучить. Данные факты... И вот тут надо выложить козырь в виде слов. То есть, надо обязательно озвучить, что, типа, данные факты подтверждают мое волеизъявление, которое было направлено чуть позже, так как мне запретили, не разрешили против моей воли, под принуждением не дали написать это в форме 1П на обратной стороне, в 18 пункте. Вот, данные... Мои слова подтверждаются в направленном волеизъявлении, на что есть ответ заверенный. Данные документы вы можете истребовать, и это у начальника ОМВД из архива, и данное волеизъявление, у меня заверили сотрудники ОМВД, что оно приложено к форме 1П. Все. Ну, да. У меня, тем более, еще оригинал на руках. Понимаешь? Вот, мгновенно сообразить, как выкрутиться из этой ситуации, как говорится, на... Ну, можно сказать, на рее, когда тебя вызывают на стрелку. Вот на стрелке, на так называемом суде, надо мгновенно сообразить, что нужно сказать и как сказать, и как взаимосвязи выстроить. Ну, по какой вариант, слушай. Да, между обстоятельствами и доказательствами. Ну, тем не менее, как бы, я преследовал, чтобы меня система просто, как бы, видела, что, типа, есть, но данных нет. Я вот этого вот преследоваю именно. В лучшем случае, просто, понимаешь, еще, там, недвижимость, там, машина, опять же, на ту персону, как бы, оформленная, вот это все дело. То есть, она, как бы, для блага мне, как бы, необходима, видишь, в чем дело. Вот, так бы, если бы это не было бы, ничего такого, переписать, как бы, ну, там, часть дома, как бы, я не могу переписать, потому что там еще информации особой такой серьезной нету, как это все сделать. Просто договор купли-продажи, там, еще что-то сделать, тоже жене продать свою чай, допустим, да, сбавиться от всего, машину так же переписать на мне. Ну, что еще можно сделать? Вот, я даже пока не знаю, потому что информации столько много, в уши вьют столько много, фильтр внутренний еще не так хорошо работает, потому что, как бы, утверждений мало определенных. Вот. Поэтому пока что набираюсь ему разума, так скажем, в этом плане. Ясно. Ну, интересно, что она за крышок-то там вытащила. Вот и меня тоже вот это удивило, понимаешь, я прям, прямо был сам шокирован от ее поведения. То аккуратный человек, вежливая, там, все такая, обходчивая, все. А тут, понимаешь, поменялось в лице, в свете кожи, вспотело, выдернуло его. Он прямо вот точно такой же, вот как вот нижний, где прописано штрих-код, не штрих-код, а этот длинный номер вот этот на белой полосочке, ламинированная такая вот, в самом низу, под фотографией. Точно таким же белым цветом он и был. Я-то тот, который, паспорт, это как вот предварительно, который ушел-то у меня, я его разбирал просто-напросто. Я его нашел потом, начал его разбирать, когда он, ну, стал недействительным. Вот. И там он, оказывается, я его весь распаковал, весь разэтывал, фотографию вырезал, тоже посмотрел, что там эти магнитные ленты, две штуки эти есть. Потом вот этот вот листочек, он склеенный, знаешь, как половинка листа с одной стороны и половинка листа с другого, и они вместе склеены. И получается, как будто один цельный листочек. Вот в чем дело. И там у него края, похоже, заламинированные, да, чтобы он, ну, не типались углы. Вот. А посерединке там уже что-то было напечатано. И она выхватила это сразу, быстренько раз под стол вот так вот, руку спрятала. Все это, говорит, я, говорит, это сам. Забыл ее. Я там пометку делал какую-то. Вот так вот. Меня это вообще выделило. Ну вот, наше предположение подтверждается, что на том месте присутствовала секретная страница, которая не отрывает. Да, конечно. Потому что, я говорю, я вот тут взял ее и рассмотрел. Ну, там вот явно прямо вот с рыб, там, знаешь, она как бы на заводе, на станке, когда пропечатывается, когда, знаешь, пиццу режут таким круглым ножом, вот точно такой же срез с одной стороны и с другой стороны получается, чтобы легко оторвать дух. То есть ламинат сам вот этот вот прорезает, остается бумага тонкий там, не любишь, тип, при транспортировке, чтобы он не вылетел, а потом легко оторвался. Вот единственное, то, что я не увидел, то, что там может быть где-то номер именно красным тоже пропечатан. То есть если бы я вот это все бы увидел, то было бы вообще бы огонь. А если предположить, что там действительно вот этот квиточек, который ты видел, то пересмотрев фильм «Джон Бэйк», да, ты смотрел его? Да, конечно. Вот, вспомни, что они там предъявляют друг другу. Векселя достают этот. Да. Штуку говорят, вот, видишь, тут твой отпечаток пальца стоит кровью, и ты по этому векселю должен. То есть они оставляют себе вот этот отрывной талон от этого векселя, что они имеют право требования. Ну, видишь, там-то ни моей росписи, ни отпечатка пальца, этого ничего же нету. А ты в этом в паспорте не расписывался, что ли? Нет, я в паспорте расписался, как бы, где положено. Но я там написал фиолетовой ручкой, ЦФБА и фамилию АЭР. Ну, просто-напросто, как бы, а на этой задней страничке отрывной-то я-то же ее уже, она же, я даже не успел, я говорю, только в руки взял паспорт, только начал открывать, листовать, а у меня она этот листочек выхватывает тут же, понимаешь? Я из моих рук, вот я вот прямо вот так вот вылистаю, как книжку так вот, знаешь, сначала, вот листики вот эти вот, как книжки, как будто страницу какую-то вещь, понимаешь? И в тот раз он на нее пластиковый, на этот, на пус, она его выдергивает тут же, и все. То есть я там на том листочке, грубо говоря, на векселе, на том корешочке ничего же не писал, я же его не рассмотрел, даже не видел ничего. Единственное, то, что вот тот факт, то, что, может быть, как вот этот корешок, у них тоже там в месяц П-1 куда-нибудь, но в разные архивы уходит, типа, что был выпущен именно такой вот, как бы, персоной это выпущено, да, и у них эта заламинированная штучка, это остается у них. Я тебе объяснил, это вот во всех шпионских фильмах есть такая штука, опознать друг друга по словесному пауэролю, там, по какому-то признаку, там, у меня в руках будет там какой-нибудь журнал-мурзилка, да, допустим. Идентификаторы, которые однозначно позволяют идентифицировать связь между двумя объектами, либо субъектами, короче. Ну, смысл ясен, ну, то есть... Вот этот отрывной талон, он похож на ту штуку, которую придумали очень давно, все шпионы мира этим пользуются, они что делают? Купюру рвут, денежную купюру кривым образом рвут пополам, а при встрече складывают две половинки, если совпадают линии разрыва, значит, это все нормально, свои люди. Понимаешь? Понял, понял. То есть, какая-то денежная купюра, она действительно только в присутствии двух половинок, то есть, в банк нужно две половинки сдать. Ну, это понял. Значит, может быть, идентификатор, может быть, вот эти вот полоски фотографии, может быть, такие же полоски, запись точно такая же, какого-то звукового кода, там, еще что-то, тоже на этом корешочке. Потому что в другой связи... Либо вот 99% уже людей меняют паспорт, они приходят и сдают паспорт, правильно? Либо в случае смерти, вот как это мне заявляли в ЗАГСе, мы, говорит, этот паспорт умершего человека направляем в УМВД, либо в миграционку. Они получают этот паспорт, либо умершего, либо живущего человека, который поменял, добавляют туда вот этот свой корешок, который не изъяли, и все, и эта ценная бумага отправляется куда, хрен знает куда, хрен знает зачем. Ну да. Ну и тоже как вариант. Вот. Потому что у тебя было на канале, и у кого-то там молодые, братцы в строй, там, пришли куда-то, а у них говорили, им сказали, что человек типа жив, а они пришли через австравку, там, о смерти, или что там. У тебя это было, нет, Николай? Нет, нет, нет. Проговаривал, не ты? Ну кто-то для них блогеров это говорил. И они удивились, как так там отец умер, а им говорят, что он типа жив по документам. Ну вот так. Ну, такая есть ясность, что нифига не ясно пока. Чёрт, берёмся. Кстати, я же, это, пошёл под паспорт, как только получил, сразу же пошёл, снял с регистрации. Ну и до этого я пошёл в паспорт, взял справку, что не дебил. Вот. Прихожу к ним, это как в это, с регистрации снимаешься, ну, снял всё у нас нормально. А потом прихожу на следующий день, ну, типа, это, пропишите меня, пожалуйста. Она мне говорит, дайте мне, говорит, ну, куда вас там прописать-то. Собственность там и так далее, там подобное. Я говорю, ну, не сюда пропишите. Я её сфотографировал, пошёл в вывеску, где, это, ну, их адрес, МФЦ, вот это всё. Я говорю, ну, прям вот сюда вот, где вот, на фотографии. Она не врубалась, не врубалась. Говорит, вы, говорит, чего? Как сюда? Я говорю, девушка, вот смотри, здесь справка, что я не дебил. Я говорю, на полном серьёзе вам разговариваю. Она говорит, я, говорит, не могу такого делать. Ему, говорит, у вас, вы, говорит, надо вам этот, право собственности и так далее. Я говорю, так у меня нету такого документа. Я говорю, он у вас находится, этот документ. Вы же здесь находитесь, ваша организация. Соответственно, у вас документы на это всё правы. Меня сюда, говорю, пропишите. Я говорю, в паспорте у вас, ну, там, будут, а как вы будете здесь жить? Говорит, да не я буду, говорит, здесь жить. Я говорю, паспорт где он будет жить. Вот это вот персона. Он говорит, маленький. Я говорю, он, говорю, маленький. Он, говорит, много места не займёт. Можно ему где-нибудь здесь положить. И так он будет лежать хорошо и жить здесь с вами. Он даже лежит, подожди, он жить не умеет. Эта персона будет зарегистрирована просто. Учетная запись будет, что она зарегистрирована Все Да, да, да Я ей просто-напросто уже так Уже иронирую, потому что Она вступила ей просто-напросто Я говорю, хорошо, давайте я сейчас к начальнику схожу Я говорю, к начальнику пошел К этой женщине подхожу Я говорю, можно я зарегистрирую Персону На данном адресе Говорит Право собственности, пожалуйста Я говорю, так у меня нет документа Она когда врубилась В это дело Она чуть ли не истерику Не загнала Возмутилась так, что Нет по такому-то закону Это не положено Я говорю, ни в каком законе Не прописано Что запрещено в МФЦ Прописывать паспорт Соответственно, если не запрещено, значит разрешено Я говорю, давайте исполняйте, пожалуйста Она Короче, она там Подняла такой хай Что Там еще эти строители Работали Свистели, гремели Короче, в итоге Мои ожидания Положительные Как бы не осуществились Вот Но то, что С ними разговаривать на этой теме На все Можно Их можно как бы все равно продавить Ну, надо учиться Переволивать Ну, нет Ну, я слышал, что Это Персону Когда Снимают регистрации Когда раньше Когда спрашивали Типа, куда убывает Указывали Новое место регистрации Требовали указать И народ указывал Этот адрес ОМВД Который выдал паспорт Так я им точно так же Говорю Я говорю На этот же адрес Пожалуйста Понимаешь, в чем дело Я им точно так же Они Говорят Нет ни в какую Говорят Давайте Право собственности Ну, они Там Либо уже роботы Уже Все Конкретно Трехчакр Значит Только пожрать И так далее И все Больше нет Кроме Постановления Там И Вот этих Вот Внутренних Как бы И Расписание Больше они Ничего не понимают И не знают Регламентов И так далее Все Думайте Уже там Никто не может Уже похоже А что А что Вы то Не отказались Ну, конечно Отказались Я же тебе говорю Что там вообще Караул Я говорю Не запрещено Значит Разрешено И говорю Исполняйте Какие проблемы Я же вас Не прошу Говорю Он будет Как бы Сказать Персона Будет здесь Как бы Замечательно Находиться Я говорю Даже вам Оставлю Его Временное Проживание Какое-нибудь Оформленное И так далее У вас же Виграционная служба Я говорю Пожалуйста Делайте Какие-то действия Положительные Я говорю У вас же Все для человечества На сумме Человечества Находитесь Я говорю Ну так вот Пожалуйста Вот вам Персона Хочет У вас Погостить Нет По такому-то Какому-то Закону Там 600 Какого-нибудь Неположенного И так далее Я говорю Там нету такого Не написано Вот тебе Надо было Переходить В правовое Поле Сразу То есть Чего бы Они тебе не ответили Сказать сразу Вот молодцы А теперь то же самое В письменном виде Пожалуйста Официальный ответ На бумаге Имя, отчество Дата, роспись Где хранится Оригинал Дата, время Заверяющая Печать круглая С СНН Угрен Будьте добры Ну Как бы Жил бы Прикуба Жил бы в Сочи Как говорится Да Вот Это у меня сейчас Как бы Такое познание Как бы побольше Ну Поимел Вот Тем более Сейчас Ты мне как бы подсказал В правовое поле выходить Чтобы На любой отказ Там еще что-то Что-то Они писали Это все это дело Вот Но опять же Можно же Их как бы И потихонечку Как бы И В другом понимании Допустим Вот это Он Олесица Ой Да Венщина Олесица Вот это Она же там В этой газете Тоже опубликовала Что типа Эта Персона умерла Там Или еще что-то Я вот с ней тоже Хотел бы созвониться Как она там Это все дело Провернула В газету Везде ищу Какие-то Ну ссылки Чтобы Подать Объявление В газету В СССР 2 Хочу Что-то Нигде не могу Найти координаты Как подать Ну объявление У тебя Случайно нету Ссылки? Нет Ну Что В интернете Не можно найти что-ли? Да я тебе говорю Я ищу Просто подать Объявление В такую Это как Ну В газеты А нам там Поисковик Гугл Выдаешь Что типа Вот на сайт Зайти Вконтакте И так далее И тому подобное То есть Такие вот Координаты А там Заходишь в группу А там Подача Объявлений Там Нету такого Вот у меня Это дело Переживается Тем более Она еще Она еще Сделала Эти В налогу Отослала ННМ Вот эти все Эти дела Тоже хотелось У нее Эти дела Узнать Ты ничего Такого Не отсылал У тебя не было Это Не Не А которая Олеся Живая женщина Олеся Которая у меня В эфирах Да Да Которая у тебя В эфире была Олеся Да Просто Звоню с ней Позадаю вопросы А ты знаешь Ты в принципе Можешь Ту же схему Отработать И В сторону ОМВД То есть Не в МФЦ Зарегистрировать Персону А в этом В ОМВД Попробовать Нет Так я в МФЦ Там А В самой ОМВД Да конечно Там же хранятся Типа В форме П1 Да В форме Заявления А регистрируй Почему-то По другому адресу Ну Слушай Так это Вот Топорков Точно так же Сделал же По-моему Он же говорил Что В каком-то Заявлении Типа Я не могу Не мог там быть Потому что Он От Из-за Не мог там Быть Присутствовать Потому что Меня Главный Распорядитель Ограничил В действии Потому что Я нахожусь И адрес МВД Ну да Физически Вот физически Персона Точнее Гражданин Вот паспорт Гражданина Российской Федерации Да Выдан Вот этот паспорт Это по сути Копии Оригинала Документа Потому что Там стоит Нет Это проявку Подожди Я тебе логику Выстраиваю Да слушай Потому что Стоит мастичная Печать Является Копией Оригинал Находится В МВД В виде Формы 1П То есть Гражданин Вот это и есть Форма 1П Сфотография Росписи Еще такое Вот это 1П Это и есть Гражданин По сути И почему Он физически Находится Вот это Физическое Лицо Находится В МВД А регистрирует Его По другим По другим Адресам Почему Непорядок Слушай Точно Поэтому 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 Можно Как бы Сказать Всех И отсылать На адрес МВД А этот Паспорт Можно Как бы И вообще Я вообще Его До Нового Года Я его Получил И я Вообще Нигде Не в банках Вообще Нигде Не показывал То есть Вообще Ничего Нигде Не афишировал Вот смотри У меня была Фирма ОООшка Там Есть Такие Два Понятия В адресах Это Юридический Адрес И фактический Адрес Нахождение Что Такой Юридический Адрес Это Вот И Есть Та Самая Регистрация То есть Регистрация Адреса В налоговой Куда Отправлять Всю Корреспонденцию В случае Претензий И переписки И так далее А фактический Адрес Нахождение Это Там Где Фирма Находится Где Офис Где Они Там Находятся Физически Вот Здесь То же Самое Фактический Адрес В МВД Которые Выдали И у которых Корешок Хранится И форма 1П То есть Основные Бумаги У них Хранятся Сам Гражданин У них А Юридический Адрес Юридический По которому И присылают Все повестки И т.д. И извещения И претензии И суд Спрашивает Этот адрес То есть Именно В юрисдикции Это Адрес Регистрации Персоны А когда Ты снимаешь То Юридически Ты выпадаешь Из юридического Поля И все претензии По идее Должны идти Напрямую На адрес Фактического Местонахождения Персоны Логично Да Слушай Ну у них Видишь Отзеркальное Понятие Понимаешь Они подменили Вот это понятие Типа Юридическое Типа Такой Адрес А фактически Там Где ты Живешь Прямо Там Юридически Типа Где ты Прописан Да Ну Регистрация Допустим Да А фактически Там где ты Реально Проживаешь У них Видишь Как они Подменили Это все Это дело А тут Если по бумажке Вот это все Это брать То ты прав Конечно Это вообще Очень даже Интересно Очень Интересно Когда Человек Что В суде Вот эти Понятия Он не соображает Что его спрашивают Вообще И где на самом деле Находится персона И что он на самом деле Да Да Он начинает За персону Отвечать В меру своего Осознания И понимания И когда Черный мантий Видит Как он отвечает И что он отвечает Она сразу Делает вывод Дееспособный Или нет Точно Слушаю Вот это Вот это Прямо Фишка Конкретная Ваш адрес Да Чей адрес Персоны То это То это И Адрес МВД Ну Вас какой адрес Интересует Где фактически Находится Гражданин Или Или где он Зарегистрирован Регистрации У него нету А фактически Он находится В МВД Там где Его и Создали Вообще Логика Классная А все Все вопросы К комитенту К создателю Да 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 Или к гнифициару Да Корресочки Пожалуйста Ну да Ну Слушай Много пазлов Сошлось Благодарствую Прямо Очень полезно Пообщались Чего Для всех Могу разместить Этот разговор Да Ради бога Конечно Самое главное Чтобы Самое главное Чтобы Если люди Которые пойдут Получать Вот это дело Да Если у них Как бы Возникнет Такая ситуация Точно так же Как у меня Да Что Допустим Сразу к начальнику Пойдет И там И так далее Что получают Именно паспорт Вдруг у кого-то Получится Понимаешь Чем делать Если они Предварительно Это дело У меня вот Она забылась Понимаешь Не подготовилась Ничего Просто Схватила документы Увидели Ей сообщили Позвонили Что пришел Такой-то Конфликтный человек Который Ну якобы Конфликтный Да Но для них Я конфликтный Для Общественности Которая там находится Я мирно Спокойно Не конфликтный А слишком грамотный Ну можно так сказать Да Вот Она поэтому Сразу же Меня как бы Вызвала Я говорю Когда я Еще У нас такой Когда я переписывал Вот эту Форму П1 Ну заявление На Получение Паспорта Да Она вызвала Там Двух Человек Которые Паспортистки Вот эти Я не знаю Как они называются Вот эти Я говорю Я пока напишу Пока буду писать Это Я говорю Что она Типа здесь Ну делает Третий Там Четвертый Третий Лиц Ничего страшного Они подождут Спокойно Пишите Спокойно Там Я сидел Писал Я чувствую Женщину Которая Ну прием Вот этот Ведет Ну обычных Граждан Да Всяких разных Так скажем Да Она прямо Я как бы Такой тут Что к чему Персона Какая-то Да Важная Так скажем Да И И начальница Тут Нужно как-то Лояльно быть Чтобы не показать Своё Вот это дело И вот На том Комплане Энергетическом Да Вот это Прямо Чувствуется Вот это Кипение Вот это Всё это дело Просто Интересно Ситуация Такая И представляешь Она стояла По стойке Смирно И ждала Пока я напишу Вот в чём дело Когда я только Написал Форму Вот эту Т1 Правильно Всё для неё Да Они там Посмотрели Всё Она тогда Расписалась Я ей прямо Говорю Я говорю Ну пожалуйста Должность Вашу Имя Фамилия Отчество И тогда уже Расписывайтесь Правильно То есть Всех Всё как бы Так подграмотно У меня документы В волеизъявления Тоже писали С расшифровками Со всеми Всё как положено Со штемпелями С печателем Всё Я их Прямо принудил К этому делу Ко всему Может быть Поэтому Она сразу же Так меня Уволокла К себе Чтоб я там Умность свою Не показывал Для них Хотя я не считаю Что Сильно грамотно Что-то поступил Потому что Тоже видишь Ну опыт Есть опыт Слушай А ты Фотофиксацию Производил Форма 1П Ну Да Конечно Вот Надо было Я тебе Я тебе Присывал Да подожди Ясно Пришлёшь Потом Вот тебе Надо было По идее С этого И начать По 18 Пункту Что Я хочу Произвести Фотофиксацию Форма 1П А и об этом Внести запись 18 пункт Что я произвёл Фотофиксацию Что вы Потом не смогли Это всё подделать Обычно Они идут На это И народ пишет А когда ты уже Начал писать Тебя уже Там Ну Это Можешь Если быстро Пишешь То дописать И всё остальное Я знаю Что хочу Есть такая фишка Можно делать Печать Определённые Да Допустим Как штампик Там Можно сделать Там С ECC Там Без оборота ECC Там Такие-то цифры Да Штампик сделать Просто раз Поставил Редко И всё И они уже Ничего никуда не сделают И так же Можно Прописать Вот такой Определённый Штампик Лазерный Пишут ребята Есть Была 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 У меня Такая Печать Даже Две Штуки Первая Печать У меня Три года Назад Изъял Отдел E По борьбе С терроризмом Экстримизмом Не знаю Куда Её Дели Зачем Она Им Понадобилась Но Они Ей Очень Заинтересовались И Это Одна Из Немногих Вещей Которые Не Не Вернули Вот Второй Раз Я её Год назад Где-то Заказал Новую Точно Такую Же С тем Же Текстом И Недавно Подарил Другой Женщине В принципе Я Ну Понял Осознал Что Лучше Рукой Всё дописывать Потому что Собственно Руч Лучше Рукой Оно Имеет Намного Больше Скажем Так Мощ И Признания Чем Отштемпельные Понятно Нет Я-то видишь Думал Просто Есть такие Там Приходят Письма Там Или ещё Что-нибудь Чтобы Как бы Ну Не подтверждать Персону Там Ещё Чтобы Просто штемпелёк Подставил Чтобы без акцепта Без ничего То есть Ну Не туда попали Ну да Да Я не могу Эти печатные Везде шлёпал Где попало Где надо Где И там У меня ещё ссылка Была На этот ВК То есть Как визитку Использовал Вот Просто Нигде попало Этими вещами Штемпелем Пользоваться А именно Осознанно Где именно Это необходимо Где Не нужна твоя Именно рука Подтверждения Понимаешь Какое-то Всё равно Собственно Ручно То что Ты всё равно Пишешь Там Без акцепта Без оборота И так далее Это В определённых Случаях А когда Это Ну Смысла в этом Нету Да Вкладывать Туда Энергию Там Ещё что-то Просто Что-то Я обычно Стамповал Чаще всего На этих На бумажках Которые Клеили На подъезде Увидел Достал Печать Шлёп И всё И пошёл Дальше Офер Такой Не надо Не надо И всё Но у тебя Это видео Нет И ты не выкладывал Ещё Информации Есть 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 Выложено Всё Вон В этом Под каждым Видео Есть ссылки Там написано Про зелёную И универсальную Печать Вот Переходишь А вот Всё Ага Всё Понял Всё Тогда Хорошо Всё Благодарствую Информацию За опыт Да Гори Дмитрий На будущее Совет Пиши Всё На аудио И на видео Потому что Вот даже В МФЦ Ты создал Уникальный Прецедент Потому что Попросил Их Это Пытая Ты вышел На тот путь Который Они не ожидали Что Зарегистрировать Персоны Именно на их адрес Я тебе Скинул Под Вывеской МФЦ Там есть Аудио Это Я тебе Скинул этот разговор Есть Да Аудио Да Ну Замечательно Добро Ну всё Благодарствую Очень полезный Говор для всех Будет Замечательно Будет Во благо Давай Счастливо Счастливо Пока Пока Счастливо 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 Счастливо